Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Какой же праздник без эстафет, веселых песен и танцев? Сегодня здесь отмечают не только День семьи, но и именины 19 воспитанников детского дома. Этот праздник здесь проводят 4 раза в год. Весной, летом, зимой и осенью. Поздравляют ребят, которые родились в эти времена года. Сами дети готовят друг другу подарки, сделанные своими руками. Вот такие праздники, День именинника, очень важны для наших детей, потому что в этот день им говорят столько хороших слов, и они чувствуют, что они необыкновенные, они особенные. И это нашим детям очень надо, потому что еще они получают очень много любви в этот день, и они понимают, что да, меня все-таки любят. В детском доме сегодня 79 мальчишек и девчонок. Ребята ничем не отличаются от своих сверстников. Посещают музыкальные занятия, кружки, в спортивных секциях города занимаются футболом, теннисом и волейболом. Только вот мамы и бабушки для этих детей – это воспитатели и шефы детского дома. Одна из них – это Нинель Кирпичникова. Вот уже 38 лет она здесь постоянный гость, которому всегда рады. Воспитанники так ее и называют – бабушка. Им нужно просто человеческое тепло, внимание, забота. Вот приходишь сюда, и все бегут, и каждого нужно поцеловать, потому что иначе это будет такая обида. Вот я сижу, подходит ко мне Никитка и говорит, «Бабушка Неля, а ты не забыла, что я у тебя есть?» Я говорю, «Ну, конечно, Никита не забыла, ты даже имя мое помнишь». Каждый раз на день именинника приходят сотрудники бендерской фабрики «Флаари», которые готовят именные подарки детям. Еще один презент – два больших торта, тоже от спонсоров. Но главное в этот день для маленьких воспитанников детского дома – внимание взрослых. Мне понравилось, как я провел дядя Степа игры. В те годы не проводили конкурсы, просто был концерт, поздравляли подарки, именинный торт и все. А в этот необычный, потому что конкурсы, разные эстафеты, веселье. По традиции дети должны задуть свечи на праздничном торте и загадать самое заветное желание. Каждый год оно у ребят одно на всех – найти свою семью. Елена Костелея, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал.